Абрамцевский дуб стал вторым по результатам голосования конкурса «Европейское дерево года». На первом месте миндальное дерево из Венгрии. Разрыв составил порядка 6 тысяч голосов. Перевес случился в ту неделю, когда были скрыты результаты голосования. Примечательно, что в открытой части голосования подмосковный дуб лидировал примерно с тем же отрывом. И пусть Абрамцевский дуб не стал победителем европейского конкурса, он признанный памятник живой природы и украшения усадебного парка. Что такое усадьба? Это, конечно, здание, это, конечно, экспонаты, но это еще и природа. Парк, особенно парк романтизма, он предназначен был для прогулок. То есть и архитектура его так строилась, этого парка. То есть были видовые точки. Ты идешь, допустим, от одной части, видовая точка там, ты доходишь до вот этих каменных бот, следующей точкой, у тебя открывается следующая перспектива, это церковь. И если ты к церкви подойдешь, то ты там увидишь следующую перспективу. Вот это все рассчитывалось. Это приобщает к беседе хорошей, к такому обстоятельному восприятию, к философствованию. То есть даже рыбалка – это философия на самом деле того времени. Хорошую погоду, говорят музейщики, гости усадьбы не торопятся в экспозиции, наслаждаются неспешной прогулкой по парку. Вообще культура парковых прогулок возвращается. Под тенью крон не только жарят шашлыки, но и читают, играют, беседуют. К слову, сейчас законом предусмотрено, что каждый желающий может безвозмездно оформить участок лесного массива, например, около водоема, и сделать его местом спокойного отдыха горожан. И очень просто его теперь оформить. Самое главное – определиться с местом, потом прийти к нам в наш филиал, мы подскажем, где это находится, какое-то лесничество, какой-то квартал, какую площадь человек желает взять в использование. После этого он обратится с заявлением в Комитет лесного хозяйства, и ему выдастся разрешение, причем это совершенно бесплатно. То есть не надо будет платить арендную плату. Есть возможность размещения каких-то временных объектов на этом участке. Куратор участка должен обеспечить его уборку от мусора и выявлять засохшие деревья. В районе уже есть примеры такого сотрудничества, например, зона отдыха на опушке леса рядом с Абрамцевским шоссе. Все более популярным становится и парк «Скидские пруды», куда приходят и приезжают не только на праздники, но и погулять. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!